Привет, друзья! Добро пожаловать на самый жаркий канал! Я сейчас нахожусь в Саратове. За моей спиной находится банный комплекс, который называется Филенспа. Это четыре действующие бани. Помимо этого будет большая баня за моей спиной, общественная причем. Но пока она еще только в проекте, я хотел вас познакомить с одной из бань, которые находятся на территории, действующей. И приглашаю вас в эти бани, потому что бани огонь. Пойдемте посмотрим, что они из себя представляют. Ну вот, я уже нахожусь на территории банового комплекса. За моей спиной баня. Но я вам покажу сегодня не эту баню, а баня, которая находится вот здесь. Это очень большая баня. И как раз-таки мы ее сейчас досконально посмотрим. Там отделение еще пока вообще строится. Но здесь оно практически готово. И пойдемте посмотрим, как здесь все устроено. Вот я и зашел внутрь бани. Сейчас я перемещаюсь за кадр. И давайте посмотрим, как здесь все устроено. Что сразу хочу подчеркнуть. Баня новая. Еще пока не достроенная до конца. Увидите все сами. Но пахнет чистотой. Хотя баня уже функционирует. Итак, самое главное, что в бане? Самое главное, в бане я ухожу за кадр. Это чистота. Здесь вот такой вот туалетик. Чистенько, гладенько. Все отличненько. Здесь находится женская раздевалка. Вот так вот здесь все устроено. Раздевалка большая, достаточно светлая, просторная. Можно волосы посушить. Так, заходим. Обратно в коридор выходим. Смотрим, что здесь написано. О, святые правила. В баню без штанов, но в шляпе. Совершенно верно. Так, здесь у нас находится мужская раздевалка. Она идентична женской, но почему-то поменьше. Ага, женщинам все-таки побольше выделили расстояние. Обратите внимание на потолок, как сделан, и на освещение. Так, заходим в комнату отдыха. Вот такая большая, просторная комната отдыха. Баня одноэтажная. Красивая подсветка поверху идет. Здесь небольшой стол. Ну, само собой, разумеющиеся диваны, где можно прилечь отдохнуть. Большой стол и его величество печь. Какая печь? Ну, я думаю, что постоянные зрители канала уже угадали. Но мы вернемся к ней попозже. Так, менюха. Самое интересное. Меню – это еда. Еда. Не видел, что здесь есть. Меню – еда. Ха, алкоголя нет. Семейная баня. Акция. Акция, что у нас? Чайник со смородиной в подарок. Яндекс отметил на пятерочку практически это место. И смотрите. Здесь можно воспользоваться услугами банщика. Юру я знаю. Это ученик Олега Рябикова, лекаря. Соответственно, он здесь и работает. Вот такая просторная комната отдыха. Прежде чем пройти в Святая и Святых в парилку, предлагаю выйти на улицу. Здесь есть большая веранда. Выходим на веранду. Зона отдыха. И большой бассейн. Бассейн, по словам администратора, до 28 градусов нагревается зимой. Детишек, детишек, детишек без присмотра не оставляем. Большая достаточно, на самом деле, купальня. Под открытым небом здесь нет ничего. Здесь, видите, еще пока доделывается. И также доделывается зона отдыха с чаном, которая будет греться. Здесь, судя по всему, будет зона барбекю. То есть, можно будет шашлычки пожарить. Здесь, наверное, что-то тоже будет. Видок у нас открывается. Вот видок, на самом деле, вон там красивый. Я думаю, что вам не видно. Но вот отсюда видно. Вот так вот, наверное, я покажу. Вон, поля-поля бескрайние. Прикольно, красиво. Вот, молодильный чан. Чан банщика. И все такое. Так, что здесь еще у нас интересного? Ну, это все как делается с инженерной точки зрения, я думаю, вам не очень будет интересно. Потому что обзор комплекса идет. Поверьте мне, здесь сделано все добротно и хорошо. Так, ну, а теперь давайте-ка в святая святых заходим. Блин, комната отдыха хорошая. Сейчас вот сниму этот репортажик. Ого, смотрите, какие олени. Репортажик сниму и здесь немножечко попарюсь. Так, погнали в святая святых. Открываем, заходим. Так, сразу трапики. Обливное ведро. Где душевая? Душевая пропала куда-то. Нет, она никуда не пропала. Она находится здесь. То есть, халатики повесили. Под душиком помылись, сполоснулись. Вентиляция присутствует. Окошко, шаечки и лавочка. Вот это, кстати, неизменный атрибут. Любой, я считаю, помывочный в бане должен быть. Вот такая вот шаечка. Вот на такой вот лавочке. Сел, помылся как следует. Трапик, все в керамике. Кстати, вот трубы по уму выведены. Почему? Потому что при эксплуатации могут всплыть некоторые нюансы. И лучше, когда трубы как раз-таки снаружи находятся. Здесь большие душевые обливалки. Вот. И заходим сюда. Фирменные шапочки. Филин. Филин. Банный комплекс. Спа. Итак, пошли в парную. Дверь у нас стеклянная. Что же нас встречает здесь? Баня натоплена на самом деле. Давайте заходим, смотрим. Бум-бум-бум. Обращаем внимание. Керамика. В обязательном порядке краники находится. И его величество печь. Что здесь? Здесь находится. Одна из лучших банных печей. Черт побери. Это же изи стим. Да. Это изи стим геленджик. Который обложен кирпичом. Давайте посмотрим, когда сделано. В 2019 году. Год. Уже эта облицовка простояла. Конвекционные зазоры. Полтора кирпича от сгораемой конструкции. Полтора кирпича от сгораемой конструкции. И кирпичная разделка до потолка. Видите, какой большой лист разделочный. Все сделано по уму. Все сделано грамотно. Так. Что касается попариться. Вот с этим как раз-таки у нас есть небольшие напряги. Смотрите. Высота потолка здесь достаточно большая. Я думаю, что где-то 2,70. И сделано три уровня. Первый заступ у нас идет на высоте 40 см. Сейчас обувь сниму. 40 см. Потом идет приставная лавочка. И место под парение. То есть место под парение. Вот оно. Не маленькое. Да нет, не маленькое. Как раз по человеку. И достаточно широкое. Здесь где-то примерно 900 мм сделано. Здесь узкая часть, чтобы посидеть. Как раз-таки я сажусь сюда. И мне удобно присесть. Здесь тоже приступок посидеть. Давайте посмотрим на печку. Здесь жидеитик находится. Экономайзер белым кварцем засыпанный. По состоянию камня жидеит. Видите? Все нормально. А вот кварц белый. Ну, все сами видите. Не то это. Для коммерции вообще не то. Вот такая вот парилочка. Ну, весьма и весьма. Температура, кстати, комфортная. Баня натоплена. Давайте посмотрим, что у нас здесь на градуснике. На градуснике у нас 70 градусов. Вполне комфортная температура для того, чтобы попариться. Вот такой вот кратенький обзор комплекса Filin Spa. Банный клуб, который находится в Саратове. Ребят, место реально прикольное. Срубики разные. Небольшой обзор. Просто зацепил. С собой были камеры. Сделал. Пахнет. А, кстати, сруб, как вы видите, не обшитый. И, как вы видите, смола хоть и течет, но ее не так много. И под спинниками этот вопрос вообще решается на ура. Выхожу отсюда, потому что здесь жарко. Видите, я даже запотел в комнату отдыха. Ну и, наверное, будем завершать обзор вот такого вот банного пространства. Коих в Саратове не так много надо заметить. И приглашаю вас сюда. Ни реклама ни разу. Баня реально чистая, реально хорошая. Filin Spa. Банный клуб. Ну и, конечно же, через год, а может через два, здесь появится еще большая общественная баня. Из-за которой я сюда сегодня и приехал. А на этом я с вами прощаюсь. Всего доброго. Легкого упара.